Ну и в продолжение нашей темы, сейчас у нас будет речь о Сат-Треме, человеку, у которого была очень сложная задача, чтобы принести миру не только откровения Шреврабинды и матери, но и самому, продолжив их работу, на опыте испытать всё то, что он слышал от матери, чем он жил, чем он жил пока ещё не в теле, а в уме, в эмоциях своих, то, что он переживал, и вот у него задача была всё это переплавить в собственном сознании и самому продолжить их работу, то есть на опыте убедиться в правильности того, о чём говорила мать, и, возможно, если доведётся, ему это довелось, сделать какие-то новые, принципиально новые открытия, которые помогли бы нам, сегодняшним, правда он об этом не думал, но сама по себе его работа и цель его работы была именно на будущее направлена, в работе на пути сознательной духовной эволюции. Сат-Трем родился в 1923 году в Париже. Имя его было Бертран, настоящая, ну, Сат-Трем это мать назвала его так. Детство и юность он провёл на морском побережье, в Франции, в Британии, по его словам, в те времена, во времена юности и детства он жил одним морем. В годы Второй мировой войны Сат-Трем был участником французского сопротивления. В 1943 году его арестовали, арестовала гестапо, и полтора года он провёл в страшных конституционных лагерях в Бухенвальде и Маутхаузене. В 1945 году союзниками он был освобождён англичанами, американцами из лагеря, но был он надломлен крайне, опустошён, потерпев крайние унижения, страх. И после освобождения Сат-Трем отправляется в бегстве от самого себя, путешествовать по свету, путешествовать в поисках истины. Сначала он едет в Египет, потом в Индию, и находясь в Индии, он попадает на французскую территорию, в Пандишери, где живешь-то Евробинда, и там во время Даршана, Даршана – это своеобразное лицезрение учителей, всеми желающими, вот во время Даршана он увидел Шриурабинда и мать. Это было недолго, вот как проходящие чередой люди, всё это было молча, смотрели на Шриурабинда и мать, которые сидели в креслах. И вот как Сат-Трем об этом событии говорит. Увидеть Шриурабинда было нелегко. Но Шриурабинда с 1926 года, по сути, находился в затворе, только он появлялся вот на Даршанах. Это совсем особый случай, событие исключительное, потому что он никого не принимал. И лишь три или четыре дня в году его ученики, ну и вообще все желающие, могли пройти перед ним и видеть его. И вот в такой день я отправился в толпе народа для того, чтобы пройти перед ним. Я думал, что он великий мыслитель, не больше. Шриурабинда был для меня мыслителем, философом. Из тех немногих работ, которые я успел к тому времени прочитать, я заключил, что Шриурабинда действительно великий мыслитель. Впрочем, тот, кого я увидел, был не философ, это был взгляд. Это было некое живое существо, бытие. Это существо воплощало в своем взгляде, в теле, в своей атмосфере то, что я ощущал, плавая по бескрайним морским просторам. И именно это смотрело на меня. Это было подобно тому, что если бы я вдруг узнал, определил, увидел свое место, место, где я мог бы дышать. Это длилось, может быть, четыре секунды. Четыре секунды, но мне их не забыть никогда. Я знал, что это то, что дается навсегда. Четыре секунды и навсегда. Существо единственное, какого я нигде больше не встречу. Саттмама поразила Шриурабинда, что он ощутил и почувствовал в нем не человека, в прямом смысле этого слова, человека, которого можно как-то охарактеризовать, а почувствовал некую силу, некую вибрацию, некий взгляд из глаз. Действительно исходят вибрации. Вот те вибрации божественного покоя, в которые он погрузился. Буквально четыре секунды, вот в течение этих четырех секунд, как он говорит, я, в общем-то, почувствовал нечто, что никогда в жизни в ощущениях не испытывал. Однако после этого Даршана в Ашраме Шриурабинда Сатпрем так и не остался, поскольку, по его словам, любые стены казались ему тюрьмой. Любые стены. Он уезжает путешествовать, сначала едет в Южную Америку, затем едет в Африку. Но в 1953 году, это уже после ухода Шриурабинда из тела, Сатпрем возвращается в Индию и становится кем? Бродячим монахом, санесином, практикует тантризм, издевается, измывается над телом, не ест, не пьёт. Ищет того, что невозможно этим путём найти. Однако он разочаровывается вскоре в монашеской жизни и в 1956 году вновь приезжает в Пандишири и близко знакомится с матерью. И в течение последующих 19 лет, до момента ухода матери из тела, он находится рядом с ней. Спустя годы, после первой встречи матери с Сатпремом, мать призналась ему, «Когда я тебя увидела впервые, нечто мне сказала он». И она не ошиблась. Именно он оказался тем человеком, который в течение долгих 19 лет записывал все переживания, все опыты телесной трансформации, которой мать доверяла именно ему. Никому другому об этих опытов она говорить не могла. В 1970 году Сатрем выпускает книгу «Шриурабинда. Репутешествие сознания», из которой Запад широко узнаёт Шриурабинда. Став фактически доверенным лицом матери, он день за днём ведёт, продолжает вести беседы с ней, в которых она описывает, как я уже говорил, свои опыты на уровне клеточного сознания, телесного сознания, такой высший пилотаж трансформации, вот в этих опытах просматривается. И после ухода матери из тела Сатрем покидает Ашрам, поскольку атмосфера там была для него невыносимой, его во многом упрекали, обвиняли во многом, ревновали, ибо он был близок к матерью, мать действительно его приблизила к себе более, чем всех остальных, и вот эта ревность, нездоровая ревность, попытки, даже, как он говорит, завладеть его записями, которые он делал за этот период, всё привело к тому, что он покидает Ашрам. В результате той работы, которую он провёл, обрабатывая записи бесед Агенды Матери, выходит 13-томное повествование под этим названием Агенда Матери, Агенда Матери, и под названием там была «Хроника сапраментального воздействия на Землю», и весь 20-летний опыт работы Матери в теле на уровне клеточного сознания в этих томах был представлен. Затем выходит «Свет трилогия», «Мать», три книги, «Божественный материализм», «Новый вид и мутация смерти», затем он пишет книгу «На пути к сверхчеловечеству», «Гринга», «Буд земли», вот эти книги такого художественного, что ли, художественного произведения, в которых он тоже описывает те поисковые ходы, поисковое начало, которые испытывает человек интуитивно, ища дорогу, ища путь реализации себя на духовном поприще. Несколько позже выходит ёмкая по содержанию и небольшая по объёму книга «Разум клеток». В этой книге он представляет в сжатой форме суть уникального открытия Матери, всё, что касается телесной трансформации, программы генетического изменения, новое видение смерти, всё в эту небольшую, но ёмкую по содержанию книжечку входит. Завершив обработку и публикацию дневниковых записей, Сатпрем в 1982 году фактически полностью удаляется от мира, и в течение многих лет, недавно он ушёл из тела, он занимался практической реализацией открытий, которые были сделаны Шриуробинда и матерью. Говорить о работе Сатпрем, равно как и о работе Шриуробинда и Матери, для человека, всем своим существом, ощущающим глубину и масштабность проделанной ими работы, наверное, сложно не сбиваясь на некую пафосность, что ли, речь идёт невольно об их величии, это действительно великий труд, который эти люди на себя взяли. Но я хотел бы просто то, что касается Сатпрема, сделать лишь краткое и необходимое, исходя из собственного опыта следования по пути сознательной эволюции, комментарии к тому, что было открыто, сказано, сделано самим Сатпремом. Настало время великого смысла. Мы глядим направо, налево, создаём теории, реформируем церкви, изобретаем всё педтехнику и выходим на улицу, чтобы разрушить механизм, который нас душит. Мы бьёмся в крошечных смыслах. Когда земной корабль идёт ко дну, разве важно для его пассажиров, справа или слева они окажутся, под чёрным или под красным знаменем, или под небесно-голубым. Наши церкви уже погибли, они перестраивают свой прах. Наше Отечество нас обременяют, машины нас уничтожают, школы душат, а мы продолжаем изобретать всё новые и новые машины. Мы летаем на Луну, но до сих пор не знаем нашего собственного сердца, так же, как и своего земного предназначения. Мы хотим улучшить существование, но сейчас не время для этого, разве улучшает то, что уже давно прогнило. Настало время иного, а иное вовсе не означает переделанное старое. Великий смысл, истинный смысл говорит нам, что человек не венец эволюции, и нас удовлетворит вовсе не триумф современного человека, и не расширение способностей учёного гнома, на появлении другого человека на Земле, другой расы. Великий смысл, истинный смысл говорит нам, что единственное, что нужно сделать, это искать секрет перехода, великого перехода к новому существу. Нужно сотрудничать с нашей собственной эволюцией, вместо того, чтобы бегать и бегать по кругу. И вместо того, чтобы позволять эволюции развиваться самой, сквозь тысячелетия бесплодных мучительных усилий, напрасных смертей и ложных, ничего не изменяющих революций, вместе этого мы можем сконцентрировать её эволюцию, мы можем стать сознательными творцами нового существа. Вот это очень ёмкая программная вещь. Здесь он говорит о перешнем состоянии мира, о попытках его как-то изменить негодными средствами, говорит о самом большом незнании современности, о незнании человека, говорит о смысле и предназначении существования человека и человечества, и говорит о том, что нужно сознательно сотрудничать с эволюцией, для этого надо познать её законы и конечные результаты, смысл всего происходящего. Такая программная вещь. В самом деле, давно настало время прямо обратиться к себе с вопросом, кто я и куда я иду, каков смысл моего существования, каков смысл существования человечества в целом. Метод действительно на грани глобальных перемен, но перемен не на социальном уровне, не на политическом, не на материальном, на уровне метафизическом, на уровне структурной организации материи. Нечто более глубокое, более существенное, чем то, что мы с вами наблюдаем, внешне грядёт в мире. И вот та сила, о которой мы говорим, которая присутствует в каждой точке пространства, её напряжённость присутствует в каждой точке пространства, она оказывает всё более сильное давление во времени на все планы сознания земного, на человека, на животных, на растительные, на неорганические структуры. И волей-неволей, хотим мы того или нет, сам по себе процесс принудительной эволюции даёт о себе знать, даёт о себе знать в тех самых изъянах, в тех самых неприятностях, которые преследуют человека, человечество, которыми больна наша Земля, все эти инсульты, инфаркты Земли, эти катаклизмы, землетрясения, цунами, извержения вулканов и прочее, прочее, прочее. То есть одна болезнь, которая поразила Землю и всё человечество, это хроническая эволюционная недостаточность. Вот этим больна Земля, этим больно человечество. И поэтому вот этот период, период катаклизмов, психологических катаклизмов, физических катаклизмов, глобальных понятарных катаклизмов, это есть время Великого Перехода, знак нового времени, апокалиптического времени. И очень важно понять, в это сложное и трудное время, что же делать конкретному маленькому человеку, всего боящегося, во всём сомневающегося, страдающего, что же делать. И вот в ответ на эти вопросы давали и учителя древности, и выпукло, ясно, абсолютно, так сказать, конкретно, великие учителя современности это делают сегодня. Продолжив работу с Евробиндой Матери в теле на уровне клеточного сознания, Сатпрем детально, в доступной форме, доносит до искренних искателей истины всю гамму порой фантастических, поистину фантастических переживаний, которые он испытывает в материальном сознании. И вот то, о чём сейчас мы с вами будем говорить, это переживание, которое следует за уже пройденными этапами работы на пути сознательной эволюции. Будем считать, что выход к нирвану произошёл, что произошло рождение в духе, что установлено в сознании искреннего искателя истины спонтанное медитация или молитвенное состояние. Речь идёт о поздних этапах пути сознательной эволюции, которые касаются телесной трансформации. Вот то, о чём будем говорить сейчас, касается именно этого периода работы. Весь процесс, говорит Сатпрем, чрезвычайно механистический, что совершенно естественно, поскольку его задача состоит в том, чтобы вызвать определённые трансформации в теле. Какие именно, мы не знаем. Он говорит о том, что процесс автоматически действительно. Мы открылись силе, даём ей возможность работать. То, что она делает, то она делает. Мы не вмешиваемся в её работу. И он говорит, какие именно преобразования должны быть, мы не знаем. Но я думаю, что сейчас мы в какой-то степени уже знаем, какие именно преобразования на опыте это постигается, вызывают работа этой силы. Тогда он, когда говорил эти слова, он ещё не в полной мере осознавал, что же всё-таки должно быть вызвано, какие должны быть изменения. Вы побуждаемы или принуждаемы необычайной материальной мощью, супраментальной силой, которая делает из вашего существования непостижимые вещи с непостижимой целью. Если бы Шрио Робинда и мать не открыли бы путь и не попытались бы рассказать об этом, вы бы в страхе бежали с первыми каплями этого грозного ливня. Я хочу маленький пример просто привести. Он говорит о первых каплях грозного ливня. На самом деле этот ливень не столь грозный, как он кажется сатпрему. Для него все переживания, связанные с нисхождением божественной силы, были болезненные. И болезненные потому, что долгое время он накапливал потенциал энергетический над головой, а телесные его структуры не испытывали контакта с этой силой. В основном он занимался, естественно, восходящей медитацией, тантризм и все прочее. Все, так сказать, приводило к тому, что тело было абсолютно незнакомо с этой силой, с этой энергией. И когда действительно в молчании ума вот этот энергетический потенциал начал нисходить в его тело, он испытывал очень сложные, болезненные, дискомфортные явления. Нас это не касается. Мы делаем работу изначально правильно и дозированно знакомимся с этой энергией. Она нас не пугает. Но, смотрите, если бы мы не знали, я сейчас подвожу к тому, что действительно можно подумать, что что-то, так сказать, невероятное с тобой творится. Если бы мы не знали, что та супраментальная сила, о которой идёт речь, это не просто мягкий поток, это плотная, вязкая энергия, которая способна импульсно продавливаться в макушку головы, как будто кто-то впрыскает в тебя какую-то тягучую энергию или субстанцию. Вот в макушку головы вдруг в вашу что-то такое вязкое влетело, и тут сердце ёкнуло, и всё. Что такое? Пойдёшь к врачу, скажешь, что-то в макушку там входит. Скажешь, входит, да? Ну, хорошо. Я понимаю, что входит. Ведь раньше считалось, и до сих пор в христианской церкви считается, если что-то входит в макушку, в вас вселяются бесы. Вот в макушку что-то входит, бес в вас вселяется. То есть та самая сила, которая обязана входить в макушку, высшего качества силы, считалась бесовщиной. Потому что эта сила у людей, которые обращались к Богу безличному, вызывала судороги, бесы, одержимость. Понятно? Вот если не знать, что эта сила нормальная, что это то, что и должно быть, то, наверное, никогда бы мы об эволюции даже не говорили. Всё время были бы вокруг, да около вот этих слов. Меняться, изменяться. Философствовали бы на эту тему. Это действительно на определенном этапе вязкая, плотная, тягучая энергия входит в макушку головы. А хочется ей открыться. Вот я, когда она идёт, вот прям, ну давай, давай, давай ещё, миленькая. Ну вот я готов. Прямо её принимаешь. А если она принудительна в тебя, раз ты, ох, страшно, да? На самом деле это чудесно. Это то, что и требуется. Это вожественная сила высшего качества. Это именно эта сила трансформирует тебя, и именно эта сила формирует новую структуру. Именно она. А люди от неё бегали, боялись. Ну, в макушке что-то вселяется, бесы. Никто о божественном не думал. Хотя Исаак Сирин об этом замечательно говорил. У него есть эти слова. Я там на русский язык их перевёл, но там и без перевода понятно. Вот в книге, в последней, «Утраченное христианство», вы можете найти там это. Он знал об этом. И не только он. Но мало кто знал. А сегодня вообще об этом забыли. Никто не знал. Вот мать с Атпрем именно об этом, так сказать, говорили и прояснили эту проблему. Пугаться-то этого не надо. Я, правда, не знал, когда во мне это работало. Я не пугался. Я просто был готов на всё, поскольку, выбрав путь, я уже, так сказать, себя полностью как бы лишил права отступления назад. Что бы ни было, я готов всё был принимать. И вот эта вязкая энергетика, когда в меня входила, я не задавал себе вопросов. Потом, позже, я с Атпрема увидел эту книжечку, где-то в 93-м, в 94-м году беседа его была с Люквеном. Там он об этой силён говорил. Но она во мне уже была, я с ней познакомился. Если вы не знакомы, могли бы действительно что-то неладное почувствовать, когда она спонтанно в вас могла бы войти, даже без всяких, так сказать, предисловий. Бывает так. Первые капли этого потока, этого грозного ливня просто восхитительны. Тело и клетки наполняются текучим, пропитывающим плавным восторгом, плопитывающим плавным восторгом, прямо как вишни в бренде. Он даже сравнил по вкусу. Вишни в бренде это, наверное, вкусно. В бренде это алкогольные вещи, вишни. Вот. Такая сладость по телу. Хотя не совсем так. Да. Дальше. И ни один из тех экстазов заоблачных высих не стоит этого телесного чуда, как если бы вы приземлились в божественном. Заоблачный экстаз, он знает, что это такое. Он там порхал. Но когда небеса спускаются на землю, когда в теле ты переживаешь вот эту сладость, это совсем другое ощущение. Сладость в материальном. Не какая-то фиктивная там виртуальная радость где-то вот высоко, абсолютно, так сказать, безлично. А на материальном, сугубо материальном уровне ты плаваешь вот в этом божественном восторге. Есть ему с чем сравнить. Замечательно, что он прошёл большой негативный путь. Не пройдя негативного, мы бы и не отсекли это всё лишнее. А он прошёл и то, и то. И вот когда он говорит о том, что должно быть, он, отвергая всё прошлое, говорит, это всё полная чепуха. То, что люди этим занимаются, пусть занимаются. Они занимаются совершенно не тем, что надо делать на самом деле. Это купание, говорит он, продолжается несколько недель. Затем капли становятся всё более плотными, увеличиваются в размерах, становятся проливными, тревожащими, сокрушительными, повелительными. Вот здесь начинают проявляться его телесные трудности. Ибо поток ещё, так сказать, незначительной силы вызывал в нём такие восторженные отклики на клеточном уровне. Когда энергетика стала более, такой, так сказать, настоятельной, большей напряжённости, он начал ощущать дискомфорт и болезненные явления на клеточном уровне. Понятно, с чем это связано. Я ещё раз повторяю, вы этого ощущаете, так сказать, в 99% случаях, но за исключением тех, кто где-то поначалу деформировано куда-то далеко ходил. Знаете, так бывает, и то не страшно. Те, кто изначально начинает делать так, как надо, без всяких энергетических деформаций, у того не возникает никаких дискомфортных явлений. Вот когда я прочитал у Сатпрема, что он испытывал переживание, что вот этот нисходящий поток в районе позвоночника он ощущал, как прохождение раскалённого лома металлического в позвоночник. Я думаю, ну, буду ждать лома. Готов и лом металлический, раскалённый через позвоночник прочувствовать. Жду-жду, а лома нет, а всё происходит нормально. Тогда я понял, что я всё-таки начал работать правильно. Только деформированная структура изначально энергетическая, а потом правильная работа вызывает болезненные изменения. Ясно, о чём идёт речь? Так что не пугайтесь вот тех слов и опытов Сатпрема и матери в частности, когда они говорят о каких-то там болевых ощущениях, вот очень сложных, очень трудных. На самом деле, ну, Господь же не палач какой-то, не придумает он нам какие-то специальные испытания с раскалённым ломом, если ты следуешь его рекомендациям изначально. Да? Всё должно быть мягко, но нельзя так придумать свыше, чтобы было это болезненно, мучительно, не надо ничего морить голодом, холодом, там, землю себя зарывать по пояс или по горло, не нужно. Не надо издеваться над той структурой, которая должна выносить новую бессмертную вещь. Эта структура должна быть в надлежащем порядке телу наше. то, что было каплями, становится ливнем и, наконец, не агарой. То, что клетки с восторгом приветствуют, становится подавляющим, сжимающим на водном сердце и мозг. То, что было твёдно-жидкостным, всё ощутимее, становится более твёдым на уровне скелета, и сопротивление растёт и растёт. Но то, что касается скелета, тут надо сделать небольшую оговорку. Эта энергетика, которая действительно со временем распространяется на всё наше материальное творение, включая кости, а костная наша структура это наиболее материальная вещь, соответственно, она менее податлива, больше сопротивляется вот этим трансформирующим воздействиям, то надо сказать, что практически в течение относительно длительного времени ощущается боли в костях и суставах. Есть боли. Но на них я с самого начала просто перестал обращать внимание. Они для меня не существовали. Я просто знаю, они есть. Значит, я ещё живой, я ещё в теле. Но с какого-то момента, когда новая структура наработалась, они исчезают. Переселяясь в новую квартиру, ты уже с остатками, так сказать, вот этого, с остатками старой мебели уже как-то ты дистанцируешь. Всё, нет их. Но пока ты прочно в теле, ещё, новая структура наработана, но ещё не отделана, не доведена до совершенства. Ощущение боли в костях. Есть они. По длиннику костей. Кости становятся более пластичными. Они так же, как вся наша мясная структура, жидкостная. Мышцы, всё остальное влагой, так сказать, пропитанные. Там изменения эти трансформирующие в части, так сказать, пластичности и физиологической пластичности, возможной материальной пластичности незаметно. А вот кости, они сопротивляются, но становятся действительно более пластичными, более гибкими, не ломкими, не хрупкими. Но сам процесс трансформации ощущается, как некие боли. Но это не боли, чтобы там вот боли, ужас, не как зубная боль. Ну вот они есть и есть, то есть, то нет. Но практически долгий период вот эти ощущения есть. Не знаю, как у кого, у меня они были. И это норма. Это не болезнь костей. Это норма. Это не болезнь организма. Это норма. На период трансформации активной это то, что должно быть. Хороший симптом. Радуйтесь. Значит, всё идёт так, как надо. Это нечто имеет невероятную скорость распространения. Мгновение ока, оно достигает кончиков пальцев. Да, изначально, когда это такими выстрелами, как пулемётная очередь в макушку головы входит, эта вязкая, плотная энергия, то она очень быстро по всем этим каналам, канальцам, кундалини, до пределов, как бы раз, вот мгновенно, как выстрел. Быстро, раз, щёлк, и до конца. Очень быстро, практически мгновенно, доходит до пределов. А тело энергетически ещё у нас в коконе заковано, прозрачности нет, то как бы вот от стенки такой контрудар ощущать. И так хочется, чтобы этот пулемёт строчил, 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 потому что приятно. Описать невозможно, но так приятно. Чтобы эта очередь была из 10 патронов, не 2, не 3, целиком. А дальше многовато будет. Понимаешь, что много нельзя, но подольше хочется. Действительно, ощущение очень необычное, очень необычное, поскольку аналогов от предшествующих твоих переживаний нету никаких. Это новое, абсолютно новое. Это проходит через макушку, говорит Сатмэм, бросается вниз, чтобы ударить по неподдающемуся препятствию, сгущённого, словно базальт, под ступнями. Молния бьёт туда, отскакивает от препятствия, поднимается, чтобы ударить снова, снова, снова с каждым вздохом. Это капельный молот или, скажем, разновидность бурильного молотка. Здесь, внизу, базальтовый или минеральный слой, который кажется столь же отражающим и обширным, как земля. Ну, так образно он говорит, что эта энергия, проникая в тебя, встречает препятствия. Препятствия в твоей материальной структуре. Ты не прозрачен, новая структура не наработана. Вот такие первые моменты общения с этой трансформирующей силой, именно трансформирующей силой, это уже не врачующая сила, это не сила такая мягко ласкающая, это сила, действительно, выстраивающая в нас новую структуру. Потому что именно эта сила может в силу своей пластичности и твёдости новую структуру создать. Вот тот ручеёк, который в нас шёл, открывал энергетические центры, чакра там, кундалини, пробуравлил, поднимал, этот ручеёк, эту структуру не построит. Требуется качественно другая энергия. То есть, цемент высшего качества. Ну, ясно, да? Это другая сила. Тоже нисходящая, но качественно абсолютно другая. Это чудесно. Она приятно другая. Этот плотный, солнечный элемент, опять прежде это плотности, действительно, это плотная сила, выше последней надментальной черты, которую мы предположительно не можем пересечь, не оставив тело. Штреуробинда назвал это сверхразумом или супраменталом. Он сказал просто сверхразум, твёрд же алмаза и всё же он текучие газы. Более текучие, чем газ. Это действительно плотная твёрдая структура, но она очень пластична. Она по телу растекается, как бы вот заполняя вот эту форму. Но твёрдая. Вот два качества. Твёрдость и пластичность. Казалось бы, они несовместимы на физическом плане сознания, но на тонком материальном плане сознания это сочетается вполне. Не будь он текучим, вы бы были расплющены, как блин, или взорвались изнутри. Но что же эта новая вещь добивается? Какова её эволюционная цель? Задаёт вопрос Сатрен. Если она расплющивает нас и вколачивает в землю такую энергию, то в конце концов должно произойти нечто? Тело даёт простой ответ. Это сокрушение нашей могилы. Это сокрушение нашей смертной жизни. Находясь в теле, мы находимся в могиле изначально. Мать замечательно сказала, приобретая тело, вы приобретаете болезнь и смерть. Изначально. Ну, родившись в теле. Без вопросов. Вот как это превзойти, это уже, так сказать, другой вопрос. Так вот, эта сила добивается сокрушения нашей могилы, сокрушения нашей телесной структуры, в которой мы привыкли из воплощения в воплощение существовать, находиться. И уже смирились с тем, что проживём, помрём, смерть, избавление. Будет трудно умереть во сне, счастье великое. Нет за рабочим местом, за штурвалом самолёта, за станком, лишь бы в деле. Смирились. Только ищем варианты лёгкой смерти. А тут речь совершенно о другом идёт. Не о лёгкой смерти, а о сокрушении могилы и выстраивании чего-то нового. Эти саркофаги нам уже не нужны. все старые человеческие способности покинут. И вам кажется, что вы всё больше и больше погружаетесь в изнеможение, как если бы угасла вся старая витальная энергия, но в то же самое время вы погружены, пронизаны и и пронизаны огромной энергии. Находитесь на грани какого-то, находитесь у барьера, как если бы вы были на самом краю смерти, который всё не наступает, и одновременно на пороге новой жизни, которая всё ещё не наступит. Вот он уже здесь говорит о том моменте, когда реальное время, вот то реальное время, здесь, сейчас, начинает в нём ощущаться, так же, как говорила мать, ни смерть, ни жизнь, вроде бы как и умираешь, и живёшь. То есть, вот это переживание соответствует моменту или периоду, когда он уже находился в реальном моменте времени, здесь, сейчас, когда он не от и до существовал, не в прошлом и в будущем, а действительно в реальности. И он так же, как и мать, говорит о том, что будь умираешь и живёшь. То есть, вот эти две противоположные, два противоположных качества, жизнь и смерть, потому что, что такое жизнь? Вот та жизнь, которой живёт человек, это жизнь смертная, без приставки, вечная. И вот эти две вещи, когда объединяются, то начинается новая жизнь, вечная жизнь. Потому она вечная, что это не просто жизнь, потому что жизнь обычная, с маленькой буквы, и смерть, это одно и то же. это время существования тела на физическом плане сознания, не более того. Прежде всего, говорит Сатпрям, надо сделать так, чтобы тело не паниковало, но не боялось. Не говоря об отсутствии паники в уме или в витальном, это как само собой разумеющееся, мы должны всё-таки вентально-метальные свои, так сказать, чувства фундаментально уравновесить. Первые шаги в новом обучении тела заключаются в том, чтобы не паниковать, не сомневаться. Единственный способ сделать это – поставить тело в тяжёлое положение, чтобы показать ему, что оно не умирает вопреки законам, которые были лишь законами старых научных и медицинских творений. Вот у меня вот то состояние, которое вам рассказывал. Ну, в общем, пять минут до смерти, да? Я не паниковал абсолютно. То есть, настолько эта новая структура во мне укрепилась, что что бы ни проделалось с телом, он не обращает на это внимания. И поддерживает это тело. Если бы я был в теле, я бы запаниковал, безусловно, в этом вот теле, сердце у которого билось не так, давление у которого было не то. В этом бы теле я паниковал, а я был и есть в другой структуре, тело само по себе. Ну и что? Только поэтому оно и выживает. Поскольку ты к нему не имеешь отношения, оно уже само знает, как лучше ему приспособиться к тому состоянию, которое экстремально. Да? А у Момба мы тут такое надумали. А без ума. Да, ему самому пройти то, что нужно. Вот он говорит, не паниковать. Что бы ни происходило, смотрите глазами наблюдателя и никаких-никаких отождествлений себя с тем, что болит там, что-то не так, бьется. Никаких. Это дело тела, пусть оно разбирается. Дело Бога, который с ним, так сказать, решает эти проблемы. Не твое дело. Ясно, о чем идет речь. Вот страх, паника, вот этого быть не должно. Не бойтесь, ничего не бойтесь. А? Клетки сами боятся. Что, что? Клетки сами боятся. Клетки? Ну, на какое-то время они действительно пугливыми бывают. Но когда они почувствуют вот этот вкус божественный, то им хочется пусть растворяться, пусть погибнуть, но хочется. Знаете, вот как человеку, который испытал какую-то радость в винопитии, может в чем-то. Ему хочется настолько напиться, что умереть, но все-таки вот это состояние, чтобы поддерживалось. Вот клетки с какого-то момента, с какого-то момента вот эту радость начинают чувствовать. Они уже перестают бояться. Ах, там все равно. Лишь болелось. С какого-то момента. Поначалу, да, у кого-то это боязливо, у кого-то опасливо, у кого-то в меньшей степени. Опять, это чисто индивидуальная вещь. Каждый, так сказать, реагирует на это сугубо индивидуально. Но все в диапазоне или в пределах терпимого, нормального, выносимого. Нет ничего такого экстремального. Это точно. отчет, но... но... Продолжение следует...